Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Цивилинов Максим Игоревич, я врач-анестезиолог-анематолог из Крылой больницы скорой помощи города Барново. Сегодня вашему вниманию я хочу предоставить доклад на тему персонализированная Airway Pressure Release Ventilation, что это такое, когда это используется и как это использовать. Итак, персонализированная Airway Pressure Release Ventilation или АПРВ – это вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях, которая характеризуется двумя периодами давления. Это периодом высокого давления в дыхательных путях, занимающего около 85-95% времени всего дыхательного цикла, и короткого периода сброса давления, обеспечивающего элиминацию углекислого газа. Помимо фракции вдыхаемого кислорода в АПРВ есть еще такие параметры, как верхний уровень давления, низкий уровень давления, время длительности высокого давления и время сброса давления в дыхательных путях. АПРВ предлагает и короткую фазу сброса давления в дыхательных путях. Длительность этой фазы определяется индивидуально и изменяется соответственно степень поражения легочной ткани. При этом обеспечивается постоянная обратная связь с изменениями эластичности респираторной системы и создается определенный уровень ауто-пик. Таким образом, ТЛО – это непостоянная величина, и она определяется отношением конечной объемной скорости выдоха к ее максимальной величине, которая должна составлять 75% от ее пиковых. Какие же преимущества при АПРВ? Ну, это, во-первых, создается большая площадь эльвеолярной поверхности, участвующей в газообмене. Максимальное открытие от элитозированных эльвео, включая дистальный отдел легких АПРВ улучшает, профилактирует феномиум Дерик Рутмента, снижает уровень седации, по мнению каких-то авторов. Небольшая микродеформация относительно большей макродеформации. Из недостатков – это увеличение транспульмонарного давления при спонтанном дыхании, также увеличение эрго-травмы легочной ткани, увеличение пост нагрузки на правый желудочек вследствие высокого ауто-пик, дискомфорт пациентов и индивидуально подобранное ТЛО возможно только в аппаратах фирмы Дрейгер с использованием функции ауто-релиз. По сути, это тот режим искусственной вентиляции легких, который может осуществляться только на одном аппарате. Где же будет эффективнее АПРВ – первичным или вторичным ОРДС? Рассмотрим сначала вторичный ОРДС – это пациенты с абдоминальным цеписом, абдоминальной гипертензией, тяжелой теракальной травмой и так далее, где легкие являются вторичными. На базе больницы скорой помощи города Продаванула мы проводим исследования. Мы оцениваем эффективность и безопасность разных режимов ЭВЛ – это АПРВ, Прэш-контроль, Прэш-суппорт-вентилейшн при лечении гипоксимической острой дыхательной недостаточности у пациентов с абдоминальным цеписом. Задачами является оценка основных, как влияют режимы ЭВЛ на газообмен, сравнительная оценка эрготравмы при разных режимах, а также как влияют режимы на гемодинамические показатели и основные показатели повреждения легких. Включаются пациенты с подтвержденным очагом инфекции в брюшной полости с развитием органной дисфункции, ПФ-250 при ПИП-5 и ЭВЛ более 48 часов. Критерии исключения стандарта. Из особенностей у нас есть протокол установки начальных параметров в группе АПРВ. Мы используем датчик транспульмонарного давления, выставляем PHI на уровень ППАТА при ПТРАНСПУЛМОНАРНОМ ПИП равном нулю. Используем фараты фирмы Дрэгер, устанавливаем функцию аутер-релиз на 75%. На данный момент включено 27 пациентов, 9 мужчин, летальность составила 37%. Временные показатели дыхательного цикла в группе АПРВ вы можете наблюдать, что это не статические показатели, они меняются изо дня в день. Это говорит о снижении жесткости респираторной системы. Также эти показатели меняются еще непосредственно в течение всего дня, в зависимости от того, в каком положении лежит пациент, используется ли глубокая седация или он бодрствует. Непосредственно все пациенты имели абдоминальную гипертензию второй-третьей степени. Достоверно на шестые-седьмые сутки в группе умерших пациентов были более высокие уровни ВБД. При оценке ЦВД в разных подгруппах в группе АПРВ более высокие показатели на второй, третий, четвертый, шестой и восьмые сутки. Следовательно, можно говорить о высокой степени постпреднагрузки на правые отделы сердца. Это все должно сопровождаться непосредственно более лобильной гемодинамикой и более высокими потребностями в катехоламиновой поддержке. Однако пересравнение дозировки катехоламинов какой-либо достоверной разницы мы не увидели. Но, скорее всего, эта ситуация поменяется, потому что будет происходить увеличение количества пациентов в параллельных группах. Оценка ПФ в зависимости от исхода не имеет никакой разницы. То есть выше 300 на всех этапах лечения. ПФ в разных подгруппах также выше 300, не имеет никакого различия. Основной вопрос, который задают при сталкивании с АПРВ, это как будет элиминироваться СО2 при таком коротком выдохе. Если все настроить правильно, если все использовать протокол и индивидуально подходить к лечению каждого пациента, никаких различий в элиминации СО2 между АПРВ, прэш-контролем и прэш-супот мы не нашли. То есть СО2 ниже 40 на всех этапах лечения. Мертвое пространство также оставалось невелико, без существенной разницы в разных подгруппах. ПИП-ТОТ в зависимости от исхода. Здесь на шестые-седьмые сутки ПДКВ был достоверно более высокий в группе умерших пациентов, нежели в группе выживших. Здесь можно говорить о том, что здесь более высокие показатели, более выраженная постнагрузка. Пациенты умерли не от прогрессирования дыхательной недостаточности. И они умерли не от того, что им проводилась искусственная вентиляция легких пациентов. ПИП-ТОТ умерли, потому что у них был тяжелый инфекционный процесс в брюшной полости с развитием сепсиса. ПИП-ТОТ в разных подгруппах. Это ауто-ПИП плюс внешний ПИП. В группе IPRV это более высокие показатели с достоверностью на четвертые сутки. Это более 20 сантиметров водного столба на старте с снижением примерно 14-15 к 10 суткам. При Прэш-Контроль ПИП-СУПОТ это более 17 сантиметров водного столба. Ауто-ПИП на всех этапах в группе IPRV был значительно выше. Это от 17 в первые сутки и к 10 суткам примерно к 10 суткам. Драйвинг Прэша в зависимости от схода не имеет никакого значения в группе умерших и выживших без существенного различия. В разных подгруппах при оценке можно сказать, что в группе IPRV было достоверно ниже, чем в группе Прэша. Драйвинг Прэша был ниже 12 сантиметров водного столба. Пищеводное давление оценивалось на первые третьи и шестые сутки. Использовался датчик пищеводного давления непосредственно. Какой-либо статистической разницы в разных подгруппах оценки пищеводного давления на вдохе и на выдохе мы не нашли. Транспульмонарное давление на вдохе было ниже 8 в разных группах без существенного различия. Транспульмонарное давление на выдохе было выше 0 во всех подгруппах. Это говорит об отсутствии коллапса на выдохе. Транспульмонарный драйвинг Прэша ниже 8 без существенного различия во всех подгруппах. При IPRV этот показатель держался в районе 4-5 сантиметров. Оценивая работу дыхания спонтанного вдоха, стоит уделить внимание тому, что каждый спонтанный вдох на уровне пихая поглощает энергию, требуемую на поддержание изначального растяжения респираторной системы, а также энергию, затрачиваемую на увеличение объема, и энергию, необходимую на преодоление сопротивления дыхательных путей. Однако даже после всего перечисленного, работа дыхания пациента не превышает работу пациента в группе Press Support Ventilation. Совсем другая картина при оценке работы дыхания вентилятора. В APRV этот показатель выше 2 джоулей на литр, с достоверно более высокими значениями на первый и третий день. При APRV легочная ткань испытывает напряжение, создаваемое аппаратным вдохом, на которое накладывается увеличение трансплимонарного давления из-за спонтанного дыхания. Випл напрямую зависит от того, какое количество энергии потенциально и генетически передается на легочную ткань. В группе APRV это более 2 джоулей на литр, что будет соответствовать механической мощности в 20 джоулей в минуту, а при минутной вентиляции в 10 литров. Это превышает порог для развития ВИПа практически в 3-3,5 раза. Можно говорить о том, что с этой точки зрения APRV не является протективным режимом искусственной вентиляции легких. Что касается непосредственно волюма травмы, то в группе APRV видно очень высокие числа дыхательного объема на килограмм массы тела. В среднем около 10 мл, с достоверно более высокими значениями на 1, 2, 3, 4 и 8 яйц. Большинство исследований указывает на то, что APRV не приводит к увеличению дыхательного объема, доставляемого аппаратом в легкие пациенты, вызывая опасения, что APRV не является стратегией вентиляции с низким дыхательным объемом. Но здесь стоит разграничить, что дыхательный объем, доставленный в легкие пациента, может не точно отражать распределение этого объема по альвеолам. То есть легкая с 50% коллабированных альвеол, вентилируемая при 6 мл на 1 кг массы тела, может иметь большую локальную деформацию, чем открытая легкая, вентилируемая при 10 мл на 1 кг массы тела непосредственно. Это то исследование, которым мы сейчас занимаемся. Оно продолжается. Это даже сейчас APRV показывает себя, ну, по крайней мере, не хуже, чем брэш-контроль, брэш-супотрон-интелечен. Нужно дальше смотреть, как это все будет выглядеть. Что говорят непосредственно наши зарубежные коллеги. Это исследование 2015 года. Оценивалось эффективность APRV при экстрапульмонарном повреждении. Здесь самок ёршевки свиней под общей анестезией им накладывали искусственным путем каловый перитонит, пережимали верхнюю брэш-контрольную артерию на 30 минут, вызывали ишемические реперфизионные повреждения. Сразу же после травмы свиньи были рандомизированы на две группы. Это вентиляция с низким дыхательным объемом, Volume Control Ventilation и APRV с параметрами, которые вы сейчас можете наблюдать. Вентиляция с низким дыхательным объемом приводила к развитию легкого респираторного дистресс-синдрома, в то время как APRV полностью предотвращала развитие ОРДС. Давление плотов в APRV было значительно больше, чем давление в другой группе. Тогда как транспульмонарное давление между группами было аналогичным. Это все можно объяснить разным правральным давлением. В группе с низким дыхательным объемом это значение приблизительно 7,6 по сравнению с APRV, где оно составляло 17,4. Наконец, эластичность легких, грудные клетки, дыхательные системы. Они были значительно выше в группе с вентиляцией с низким дыхательным объемом по сравнению с APRV. То же самое исследование. Теперь как выглядели легкие при аутопсии. Легкие с низким дыхательным объемом разбиты неоднородно. У них имеются выраженные аталектазы в зависимых и базилиарных отделах. Поверхность разреза и пенистая. Это может указывать на развитие отека в дыхательных путях. В то время как в APRV легкие розовые раздутые равномерно без пены. При гистологии вентиляция с низким дыхательным объемом, это слева, мы можем наблюдать увеличение толщины альвеолярной стенки и тромбоз сосудов, указанный стрелочками. Такой картины при APRV, это картинка справа, мы не наблюдаем. Теперь как APRV будет себя показывать непосредственно при первичном ОРДС? Если при вторичном, оно показывает себя не хуже, что теперь при первичном. Это COVID-19, пневмония, первичные повреждения легких. Мы будем разговаривать об COVID-19, потому что это наиболее актуально. Итак, многоцентровое обсервационное исследование в отделениях интенсивной терапии в пяти больницах в Западной Австралии. Включено было 25 пациентов, 11 пациентов вентилировались в APRV, 14 пациентов в любом другом режиме искусственной вентиляции, оценивалась выживаемость до 90 дня, также выживаемость без AVL до 90 дня, механические осложнения от AVL и количество дней без AVL непосредственно. Исходно пациенты в разных группах не различались, за исключением, наверное, чуть более высокого индекса массы тела в группе APRV. Какие исходы были непосредственно? У одного пациента, получавших вентиляцию в режиме APRV, развелся невмоторекс, потребовавший постановку непосредственно дренажа. Госпитальная смертность в группе APRV была выше непосредственно, чем в группе, не получавшей APRV. Это 46% в полуках 7%. Выживаемость без искусственной вентиляции легких до 90 дня была ниже в группе, получавшей APRV, чем в группе, не получавшей APRV, с достоверно более высокими цифрами. Также авторы оценивали непосредственно drying pressure в группе APRV. Эти показатели были выше 15 на всем протяжении лечения, однако здесь стоит обратить кое-что на что внимание. Оценивался drying pressure – это пиковое инспираторное давление минус конечное экспираторное давление. Но я напомню, что drying pressure – это давление платон минус пип непосредственно при APRV. Эти параметры здесь указаны неверно, их не стоит даже учитывать. Итак, основываясь на этих результатах, авторы призывают с осторожностью использовать APRV у пациентов с COVID-19. Однако авторы указывают на то, что в трех из пяти центрах не было стандартизированного подхода к настройкам параметров искусственной вентиляции легких. Совсем другое исследование, совсем с другими цифрами и исходами. Это ретроспективный анализ пациентов, поступивших с COVID-19, которым требовалась инвазивная искусственная вентиляция легких, которым была проведена терапия APRV для лечения рефракторной гипоксимии. Сравнивалось ПФ, вентиляционный коэффициент, до и во время APRV. То есть одни и те же пациенты сначала получали какой-то режим вентиляции, потом APRV. Здесь авторы говорят, что APRV может улучшить оксигенацию, оливиолиарную вентиляцию и клиренс СО2 у пациентов с COVID-19, рефракторной гипоксимии. Эти эффекты, они как говорят, что более выражены при высоком давлении в дыхательных путях и продолжительном времени вдоха. Итак, базовые характеристики пациентов. Здесь стоит обратить внимание на более высокий вес пациентов. То есть индекс массы тела более 25 до 34. И также, что 95% всех пациентов находились на продленной седации при количестве баллов по 1, минус 3. Практически пациент находится в глубокой седации, практически в наркозе, с высокой массой тела. Итак, что такое рефракторная гипоксимия? Это индекс ПФ меньше 200, припады КВ-5 и ФИО-2 выше 70. При этом АПРВ настраивались, как в предыдущем исследовании, на усмотрение практикующего врача, без систематического подхода. Каковы исходы? Ну, индекс ПФ до АПРВ и после вырос. Вырос снижение фракции вдыхаемого кислорода, рост ПО-2. Также снижение ПО-2 и снижение минутной вентиляции при росте дыхательного объема. То есть, по сути, это прошел какой-то рекрутмент, пациенты стали лучше дышать, улучшилась оксигенация, улучшилась оксигенация СО-2. Анализ выживших и умерших пациентов. Ну, у умерших пациентов более высокие показатели лейкоцитов были, более высокие показатели уровня Д-димеров. В группе умерших пациентов более низкий ПФ индекс на старте. Также после перехода на АПРВ индекс этот существенно не изменился, однако давления были очень высокие, то есть порядка 35 сантиметров водного столба. То есть, давайте вспомним причину дыхательной недостаточности при COVID-19. Это шум, это рост мертвого альвеолярного пространства, и это гиперкопния, которая в последующем будет приводить к развитию еще более гипоксимии. Итак, представим, что в эту вентилируемую альвеолу мы даем 30 миллиметров ртутного столба. К чему это приведет? Это приведет к развитию, к расширению зон ВЕСТа, то есть к усугублению дыхательной недостаточности. Теперь раздутая альвеола будет приводить к нарушению перфузии самой себя же, это будет приводить к развитию дыхательной недостаточности. Здесь также стоит отметить то, что все должно быть настроено правильно. В последнее время режим искусственной вентиляции IPRV используется как режим спасения, то есть используется в самый последний момент. И очень часто люди говорят, что он очень сильно помогает. Но здесь стоит разобраться, что не все так просто на самом деле. Этот подход должен быть индивидуализирован и систематизирован непосредственно. 3-4 сентября в Москве проходил городской съезд анестезиологов и аниматологов. Докладывали про этот режим искусственной вентиляции легких, говоря о том, что это будет панацея. Однако мне стоит сделать пару замечаний к этому докладу. Здесь используется неперсонализированное IPRV, это фиксированный. Здесь выставляется продолжительность времени низкого давления, она составляет 0,5 секунд. К чему это приводит? Это приводит к тому, что переключение с вдоха на выдох происходит при более 70% от пиковой скорости потока. Это, в свою очередь, приводит к развитию гиперкопнии. То есть, исходная вентиляция настроена неправильно, это приводит к развитию гиперкопнии. Эта вентиляция не является протективной. То есть, нельзя говорить о том, что при IPRV у нас есть какие-то стандартные настройки, которые мы используем, которые будут непосредственно приводить к улучшению оксигенации. Шунт. Шунт – основная причина дыхательной недостаточности. Здесь ПСО2-66,6, ПСО2-56, процент мертвого альвеоляного пространства всего 15,9. При COVID-19 эти показатели будут намного выше. Здесь какая-то другая причина была дыхательной недостаточности, не COVID-19. Ну и еще раз, то есть, всегда должен быть конкретный подход к настройке параметров искусственной вентиляции легких. Должен быть систематизирован и индивидуализирован у каждого пациента. Здесь мы видим ПСО2 в артерии 98,5, ПСО2 более 80 мм штукного столба на выдохе. Но этот пациент просто-напросто находится в коме, наверное, и он полностью синхронен, и ему уже ничего не нужно. Может быть, легкие у него и поправятся, однако, что будет с головным мозгом при вентиляции в течение 2-3 дней такой, но это уже неизвестно. Я за популяризацию этого режима, однако я не за систематический подход к настройкам, я за индивидуализацию этого режима. Итак, что мы можем сказать в заключении? ОПРВ можно использовать при ОРДС. При вторичном ОРДС он зарекомендовал себя ничуть не хуже, чем другие режимы ВЛ. Однако при COVID-19 на данный момент нет прямых доказательств того, что есть более лучший исход при вентиляции в этом режиме. А также, учитывая большое количество параметров настройки, данный режим требует подготовки персонала для работы с ним. Большое спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова